Христос Воскресе Христос Воскресе из мертвых, и каждое богослужение будет особенным образом напоминать нам о Христе Воскресшем. В эти дни в храмах читается книга «Деяния апостольских», написанная апостолом и евангелистом Лукой в продолжении евангельской истории. Такое ее положение в богослужебном календаре не случайно. Вся она о плодах воскресения Христова. И сегодняшний текст, маленькое описание раннехристианской общины, однозначное тому подтверждение. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более волей присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси Сыдукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Великое искушение назвать этот период в жизни церкви ее золотым веком. Действительно, невозможно не обратить внимания на ту силу апостольской проповеди и ту абсолютную простоту жизни, которую мы видим на новозаветных страницах. Многие попытались построить подобные так называемые церкви, руководствуясь чистой, хотя и наивной в самом плохом смысле этого слова верой. Подобные строители возвели по слову Христа дома на песке, не обратив внимания на то, с чем он обращается к своим собственным ученикам. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Апостольское основание. Вот крепкое основание, крепкий краеугольный камень Церкви Христовой. Мысль Христа проста. Им через его прямых учеников до последнего дня этого мира и далее продлив себя в вечности, будет существовать его Церковь. И никакие внешние обстоятельства, политические режимы или сами адовые силы не сумеют что-либо сделать против нее. Эта Церковь и поныне жива. Единая святая соборная апостольская православная Церковь, которая ведет свой корабль вот уже две тысячи лет к пристани спасения. В действительности же Церковь никогда не знала Золотого века здесь, на земле, будучи вся устремлена к встрече с Отцом Небесным. В христианской истории мы видим много сложных, проблемных и откровенно кризисных моментов, не исключая и историю новозаветную. При этом ряд из них происходил не от внешних врагов, но от внутренних нестроений. И это естественно, так как Церковь – богочеловеческий организм. И как Господь наш Иисус Христос носил в себе два естества, неслитно и нераздельно, божественное и человеческое, и при этом Божество Его всегда оставалось бесстрастно, человечество же Его радовалось и скорбело, испытывало жажду и голод, уставало, испытывало боль и страх смерти. Так же и Церковь. Она живет и движется в Боге. Однако по человеческой своей природе страдает многоразличными болезнями греха. И это не останавливает Бога даровать ей, а через нее и всему миру, свои многоразличные дары благодати. Они по-разному приходят в этот мир. Какие-то прикровенно, через обычных христиан, мирян или священников, которые своей молитвой и своими делами милосердия творят волю Божию в мире, так и прорываются в него через великих святильников веры, святых, которыми полна Церковь до сегодня. И сейчас в ней, по слову апостола Луки, продолжают совершаться многие знамения и чудеса. Исцеляются больные телесными и душевными недугами. И все это происходит лишь для того, чтобы каждый мог, хотел и услышал слово жизни о Христе воскресшем. Христос воскресе! Сегодня мы находимся с вами в Толгском женском монастыре. Он известен всей России не только благодаря древнему толгскому чудотворному образу Пресвятой Богородицы, но и многим иным святыням и реликвиям, находящимся в его стенах. Наш рассказ о святителе Игнатии Бринчанинове, епископе Кавказском, мощи которого почивают в крестовоздвиженском храме-обители. 30 апреля по старому стилю и 13 мая по новому празднуется 150-летие со дня представления святителя, последние годы жизни которого связаны с Ярославской землей. Святитель Игнатий в миру Дмитрий Александрович Бринчанинов родился 6 февраля 1807 года в родовом родительском имении в Селепокровском Вологодской губернии. Детство мальчик провел в уединенной сельской жизни. С течением времени стали заметны его духовные настроения. Особенное время он уделял чтению молитв и духовной литературы. Учился Дмитрий превосходно. Имел способности не только к наукам, но к живописи и музыке. Однако, получив высшее образование, он пришел к достаточно неутешительному для себя выводу. Науки имеют значение только для здешней жизни и никак не продляются в жизнь вечную. Так же ревностно, как занятие наукой, начинает Дмитрий свое изучение философии древней и новой в поисках ответа на свои вопросы. Однако, видит, что философия не дает ответов о истине и смысле жизни. Изучение священного писания было следующей ступенью его духовного роста. Однако, и оно привело его к выводу, что предоставленное толкованию отдельного человека, священное писание может привести к очень разным выводам. Тогда он обращается к святоотеческому комментарию на Библию. Окончательный переворот в его жизни производит знакомство с преподобным Львом Оптинским. При абсолютном неодобрении света и родителей он оставляет аристократическую жизнь и принимает постриг в Глушицком монастыре. С 1832 по 1857 год будущий святитель настоятельствует в разных монастырях северных пределов нашего Отечества, после чего призывается 27 октября 1857 года на епископское служение на Кавказскую Черноморскую кафедру в Ставрополь. Постигший его тяжелую болезнь, Оспа воспрепятствовала его епископским трудам. Предосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николобабаевском монастыре. Здесь свободный от служебных обязанностей, все время свое до конца жизни, до 1867 года, он отдал работе над духовными сочинениями. Именно этот период в полноте и раскрыл перед множеством читателей ту сокровенную драгоценную жемчужину, которую обрел святитель в тайниках своего сердца. Его литературное наследие по праву входит в сокровищницу православной эскетической литературы. При жизни святитель был нечастым гостем толкской обители, на тот момент мужского монастыря. Однако Господом было уготовано обрести ему здесь свой покой уже после прославления, которое состоялось в 1988 году. Вот воспоминания архимандрита Бориса Долженко, участвовавшего в обретении мощей святителя Игнатия. В 1988 году состоялось прославление святителя Игнатия и было решено поднять его мощи. Мы договорились с администрацией санатория. В храме, где находились мощи, располагались палаты с туберкулезными больными. При вскрытии присутствовали владыка Платон, протеерей Владимир Пчелкин, протеерей Михаил Перегудов и судмедэксперт. Склеп был нарушен, так как при установке какой-то машины на месте, где были мощи, открыли склеп. Потом засыпали, при этом все перемешали. Когда обретали мощи, то приходилось все просеивать. Мощи складывали в мантию владыки Платона. Не нашли череп и большую кость ноги. Потом все положили в гроб и на машине отвезли на толгу, где святые мощи встретили сестры обители и отнесли их в спасский храм. Мощи снова закопали, и они находились год под спудом. Через год же их достали и положили в раку. Ныне мощи святителя Игнатия неотступно пребывают в Свято-Введенском Толгском женском монастыре. Сегодня мы получили в нашу программу два вопроса, которые нам хотелось бы объединить в один ответ. Первый из них. На этой неделе в Ярославле произошел достаточно сложный случай, когда две тяжелейших травмы получили люди в одном и том же месте. Соответственно, не связано ли это как-то с самим местом? С другой стороны, нас спрашивали о том, не влияет ли конкретный день рождения человека на его дальнейшую жизнь. На самом деле это абсолютно однотипные вопросы. Нам объективно важно понимать, что человеческая жизнь не обуславливается какими-либо подобными внешними факторами. Нет чистых или нечистых мест. Нет хорошего или плохого времени. Человек строит свою жизнь, либо согласуясь с волей Божьей, либо противореча ей, либо, в принципе, не задавая себе подобных вопросов и действуя как человек слепой, который куда-то движется, но не осознает, в какую из сторон. Но в любом случае это не будет связано с силой какой-то географической точки или какого-то числа. Свои вопросы Вы можете присылать нам по электронному адресу, который Вы видите на экране. С Вами была программа «Дорога к храму» совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Вы можете видеть нас каждое воскресенье в 11 часов утра и в 18 часов вечера. Мы прощаемся с Вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми Вами! Редактор субтитров А.Семкин